Привет всем ребята! Сегодня я расскажу и покажу о вот таком вот ночнике, ночной лампе. Продается она на сайте mi.com, на Yopini. Sunny Night Light, то есть солнечная ночная лампа. Емкость батареи 500 мАч, 5 В питания, microUSB выход, 15 люминов, яркость, мощность меньше чем 0,25 Вт. 20 секунд горит в режиме авто, в режиме он может проработать от одного заряда до 20 часов. 3000 кельвина, видите, цветовая температура. Выпускается в двух цветах, вот такой вот коричневый под дерево, с закосом под дерево, и вот такой вот светло-серый. Выглядит вот так вот, довольно-таки маленькая лампа, здесь имеет двухсторонний скотч. Скотч, крепите его на любую поверхность, на стену, на шкаф, туда, где вам нужно освещение. Скотч отодрать вот эту ленту, приклеить. Здесь имеется ход влево-вправо, когда она у вас уже будет приклеена. То есть можете сюда-сюда, примерно на 45 градусов, в каждую сторону, если нужно свет направить куда-то влево, либо вправо. Вот такой вот держатель, сама лампа, здесь магнит. И магнит в самом светильнике. Магниты сделаны так, что их можно одеть друг на друга, зафиксировать лампу. Вот в этом положении магниты отталкиваются. То есть можно только вот так вот повесить, чтобы сенсор смотрел на вас вперед. По-другому никак ее повесить нельзя, держаться она не будет. Того, что магнит ее отталкивает. Вот так вот выглядит в подвешенном состоянии. Чем она интересна? Микро-USB порт. Здесь, когда заряжается, разряжено два диода, красный и синий. Три положения выключателя. Офф, то есть полностью выключено. Он всегда включена. Авто. Определяет, когда кто-то где-то проходит. Соответственно, смотрит на датчик, на сенсор света, что вокруг темно. И она включается автоматически на 20 секунд. Если движение не замечено, то она автоматически потом выключается. Хотя лампа очень мала, свет довольно-таки яркий. В принципе, в полной темноте можно что-то кратковременно читать от одной лампы. Что-то сделать, взять ее с собой и подбежать ночью к холодильнику, скажем так. Качество сборки неплохое. Но кое-где видно, видите, брак литья. Корпус, возможно, немножко собран кривовато. Вот здесь вот что-то попало, пластик. Ну, обычная вещь, которая продается за 13, 14, 15 долларов на Алиэкспрессе уже с доставкой к нам с вами. Особо супер на воротах здесь ожидать не стоит. Ну, на вид неплохая. Поставить возле кровати, например, слева-справа, это как прикроватная тумбочка, это будет прикроватная лампа. Висеть наверху, приклеить ее. И при необходимости брать ее вот так вот. Удобно там что-то отсветить, подсветить. Ну, я слабо себе представляю, вот так вот читать книжку, все время светить себе. Ну, в телефоне полазить, да, если глаза болят. Ну, опять-таки, всему свое применение. Не знаю, где ее поставить. Там, где спите, на авто не поставить. Это подсветить, потом ее выключать. В комплекте идет микро-USB кабель для зарядки. И инструкция. Хорошо, что есть и английский язык. Местные характеристики вы сможете здесь ознакомиться. Размер ее. Как вставлять, из чего состоит. Инфракрасный датчик. Угол охвата, угол обзора данной лампы, ее датчика, 120 градусов. От нуля до трех метров определяет оно наше с вами движение. И, соответственно, загорается. Вот так вот работает при полной темноте. Вне сомнения, можно почитать, что-то присветить, что-то сделать. Все взять, видно прекрасно. Несмотря на ее малые размеры, в принципе, более чем достаточно. Но хотелось бы, как по мне, так немножко белее свет. Ну, это явно не для чтения лампа, поэтому желтоватый, в принципе, нормально. Давайте попробуем включить на режим авто. И подождать, пока она выключится. Развернем к себе датчик. Лампа погасла спустя 20 секунд. Видео я подрежу немного. Сейчас попробую подвигать руками. Вот, есть. Да, отлично ловит движение. Сразу же загорается. Попробуем, не включая свет. Спишь, например, взял лампу оттуда, где она подсоединена. И пошел ночью в туалет. Или к холодильнику. Прекрасно все видно. Здесь тоже все отлично. И в недостатках могу сказать то, что вот эта вот упирающая часть очень мала. Приклеиваю ее к стене, либо к кровати запас очень будет мало. Она будет практически упираться в стену. То есть, это плохо, конечно. Не сможете, допустим, изголовья кровати или еще что-то, чтобы она светила именно у вас над головой. Если бы как-то вот так вот была возможность регулировки еще, было бы лучше. А также еще то, что, видите, довольно-таки легко ее сбить. Даже трухнуть рукой, либо еще что-то. Ну, я надеюсь, что она будет у вас плотно прикреплена. И рукой будет очень легко ее отсюда снять. В принципе, когда она будет в подвешенном состоянии, нужно будет приноровиться и учесть это. Чтобы двумя пальцами можно ее сорвать, даже одним. Чтобы она у вас не разбилась, не упала на пол. Все, спасибо. До встречи.